Классификация по миллеру будет учитывать уровень прикрепления клинического, наличие керодонизированной или прикрепленной десны, опекальные рецессии, глубину зондирования и высоту межзубного сосочка, что очень важно для хода оперативного вмешательства и прогнозирования нашего вмешательства клинического. Успех устранения рецессии – это процент закрытия поверхности корня. Если он 100%, значит это 100% закрытие поверхности корня. Здесь все очень просто. Первый класс рецессии по миллеру. Рецессии десны – это глубина зондирования, глубина рецессии ГР, вот эта высота, не достигающая 5 мм. Апекальные рецессии. Имеется прикрепленная десна более 2-3 мм. У него так это и написано, вот в его книге именно, потому что он написал более 2-3 мм. Ну понятно, что 1 мм прикрепленной десны, вы его даже иногда не можете зондом измерить и продиагностировать. То есть настолько эта величина мала, наверное он исходил все-таки из этого, из диагностики самой непосредственно. Ну вот на этом слайде достаточно хорошо видно, здесь все рецессии первого класса. Они представлены, глубина у них разная. Например, в области 13-го зуба есть абразия, в области 12-го зуба неглубокая рецессия, достаточно 2-3 мм. Везде, что их отличает от других классов, у них везде есть апекальные прикрепленные десна. Сосочек полностью сохранен. Нигде нет убыли сосочка. Теперь мы переходим к рецессиям 2-го и 3-го класса. Глубина рецессии 2-го класса может быть разнообразной. В данных особенностях 2-го класса будет отсутствие апекально прикрепленной десны. Если у вас рецессия 2 мм, но апекально прикрепленной десны нет, это 2-й класс. Но при этом высота сосочка полностью сохранена. У боли межзубного сосочка нет ни на 1 мм. Посмотрите, пожалуйста, на экран. В данном случае зуб 43 и 42. Это 2-й класс. А как вы думаете, зуб 41 и 31 какого класса рецессия там? Там 1-й класс получилось. А посмотрите внимательно. Там просто отметка есть. Там нет прикрепленной десны, да? Там 3-й класс. Правильно, да. Там началась убыль сосочка межзубного. Но она не достигает еще половины, да, высоты вот этого расстояния от основания сосочка до контактного пункта. Вот это 3-й класс. Чем он отличается от 2-го? Что здесь начинается апекальная убыль между дном сосочком. Естественно, что никакой прикрепленной десны апекалина уже нету, да? Мы говорим. Ну, все присоединяется. Да, да, да. Все дальше тяжелее и тяжелее становится. Ситуация клиническая. Вот это 3-й класс рецессии. Также, да. Здесь адентия вызвала убыль сосочка. Да, адентия последующего премоляра 2-го. Вот. И глубокое абразивное отражение, так как кулиновидный дефект. Но здесь достаточно сложная вот эта клиническая ситуация. Потому что очень много и абразия корня зуба, и убыль с сосочкой, и зуб одиночный. Нету никакой поддержки, да, дистально. То есть этот 3-й класс, он тоже, вот он 3-й, но он отличается от того 3-го. Я сейчас вас подведу просто то, о чему я хотела с вами поговорить. Ну вот, доктора. Какие рецессии в области зуба, например, 41? Как вы думаете? Ну, 2-й, 3-й. Ну, 3-й, очевидно, да. Потому что уже пиздец. А теперь, я не знаю, может быть я вас удивлю, но рецессия равная полмиллиметру на 31-м зубе, это тоже 3-й класс. Потому что медиального сосочек нет. То есть не всегда глубина рецессии, да. Потому что первая самая классификация все до Миллера, все основывались на глубине вот этого пораженного корня. А на самом деле клинически для нас, как оперирующих протонтологов, очень важны другие показатели. Мы, как сегодня показывает практика, мы можем закрывать очень большие глубокие рецессии, но при наличии других каких-то показателей. И вот убыль междузубных сосочков является одним из важнейших факторов, осложняющих наше лечение и снижающих процент закрытия корня. Ну, порядка 17 где-то процентов мы теряем на третьем классе. Здесь вы всегда должны объяснить пациенту, что будет незначительный рецидив. Потому что именно вот то, насколько у вас убыл сосочек, настолько и получится потом рецидив. Это просто законная анатомия и физиология. Время пройдет у вас год после операции. Ну, вот это печальный четвертый класс. Сосочек полностью утрачен между дном. Глобина рецессии здесь большая, но это не имеет никакого значения. Прикрепленной десны нету. Ну, соответственно, этот зуб был удален. Вот в данном случае причина банальная дистопия. Здесь ортодонтическая патология способствовала развитию вот такого дефекта. Что? Года 4, что ли? Нет, ортодонтическая патология дистопирована. Он с самого начала, просто пациентка не уделяла этому должного внимания. С гигиеной у нее тоже большие проблемы, поэтому... Там не есть сосок, конечно. Да, естественно. А почему уходит межзубной сосочек? Это же, куда происходит убыль в костной ткани, межзубной пригородочке. И сосочек стремится вниз за костью. Он сохраняет биологическую ширину. Он ничего не может сделать. Он должен все время быть рядом с костью. Он иначе как-то питаться живым не будет. Вот. А теперь мы поговорим о том, что в 1983 году не ученый. На самом деле он первый и единственный создал классификацию вот уже почти 40 лет, которой работают все ортодонтологи во всем мире. И вот на сегодняшний день все равно считают ее самой оптимальной для какой-то манипуляции, научной деятельности и так далее. Но, естественно, мы все живем. Мы получаем каждый свой клинический опыт. Много профессора, ученые стали задумываться о том, что происходит. И таким образом мы сегодня поговорим о том, чего не учитывает классификация, но что очень нам нужно для работы с мягкими тканями и для устранения рецессии десны. Значит, наличие образия твердых тканей зуба или ее отсутствие. В данном случае мы имеем в виду любое некариозное поражение твердых тканей. Как клиновидные дефекты, эрозии, гипоглазии. Любое поражение, в общем, оно и целом называется образие твердых тканей зубы. Там, где мы имеем дефект. Нас интересует дефект только тот, который выше цементно-эмалевой границы. Естественно, потому что мы работаем только для нее. Тогда первые прономтологи Лангер и Ландер, который предложил корональное смещение, и остальные стали заниматься устранением рецессии, они перемещали тканей на корональный лоскут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова